Всем доброе утро! У нас 5 утра. В Московской. Пока еще губернии. 97-й километр. На следующем повороте поверните направо. Вчера силы, желания хватило только сюда доехать. Что тут надо делать? Читайте сообщение на дисплее. Поднесите штрих-код. Куда, что ли? Проезд запрещен. Требуется оплата. Я же по дорожной сети хотел регистрироваться. Пойдем, узнаем. Повторим попытку. Спасибо за визит. Осталось 9 минут. А уж пожалуйста. За такой ценник, как у вас. Стоянка стоит 250 рублей. Здесь. Дорожная сеть не до фонаря, ну. Стоянка 250. Туалет 25. Душ 140. Короче, если вы заедете сюда, постоите, сходите в душ. Сходите в туалет, а если еще два раза, то 500 рублей готовьте. Зато магазин есть. Пятерочка. Что-то раскудахталось. Сейчас тут Газпром стал. Тут периодически эти заправки менялись. Так. Ну что, мистер Рейс, какой у нас план? 616 километров нам до Минска. Разворот, выезжай, Маша. Ты что, не проснула что ли? 5 утра, не так уж и рано. Я и раньше тебя будил, бывало. О, с Москвой у нас видите, вообще тишина. Зато на Москву М1 гудит. И сегодня будет гудеть до самого Минска. Сплошной поток будет идти. Сегодня воскресенье, 9 августа. Все идут на таможне на понедельник. В Красной Горке будет колейка. Надеюсь, у нас не будет. Уже выбор это сегодня. Уже все. Все терки должны закончиться. Так. Первая остановка у нас будет в Суетовом. Видите, у меня вон регистратор мой висит. Без дела. Халкнулся у меня. Мое зарядное. Не хочет заряжаться. Надо заехать сейчас в Суетово, купить зарядное на регистратор. Такое же самое, что и на навигатор. Вернее, скажем так, халкнулась навигаторская. Вот это, которое сейчас у Машки, это с регистратора. Надо сейчас заехать купить и купить эту штуку от комаров. Я так и не купил. Сейчас поедешь туда. Опять к морю. И опять комары будут заедать, как в Италии. Кто его знает. Надо купить эту. Чтобы было обязательно. Пластинки эти и прикуриватель. Ну, я покажу потом. Ну, а потом традиционно заехать, заправиться от Плю. Заехать, забрать карточку. Еще одну топливную. Будем заправляться в другой заправке. Там дешевле. Гиртека все там заливаются. Евро, шестые, Вольво. Ничего, ездят вроде. Тоже все потом покажу. От Плю, соответственно, заправить. Страховку сделать. Конфет купить. Короче, тут до Красной Горки не езда. Тр-но-тр-но-тр-но. Целый день тебе будет. Потом опять с этим с Белтолом. Вот уже от Красной Горки, как выйдешь, там уже будешь ехать. И там уже шашлык, маслык там. Короче, вот этот участок 600 километров. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Остановок шесть-семь надо сделать. Просто вот по всяким непонятным нуждам. К вечеру доберемся. До столицы нашей Родины. План такой на сегодня. Часовня построена в ознаменовании 200-летия московского водопровода у истока реки Москва в честь иконы Божьей Матери. Освящена 24 июня 2004 года. Источник реки Москва. Давно хотел зайти, еще никак не мог собраться. Вот собрался. Ну, как тут интересно. А где сам источник-то? Вот это вот? Канавка? Вот это вот источник реки Москва. Ну, может быть, спорить не буду. Часовенка, часовенка. Мне такое местечко тут интересно. Аккуратненько так. Беседочки. Среди дела. Можно остановиться. Покушать. Детишкам есть где побегать. А, сей бескорыстный вклад трудами пожертвования в строительство часовни внесли в Мосводоканал администрация Можайского района. Это прямо вот пост проезжаешь. Вот там на горочке пост ДПС. Московской области. И, в принципе, сейчас и область-то и закончится. Начнется Смоленская. Ай, полетник, насмотреться не могу. В Минске будем мыться. Мы посмотрим, как он после мойки. Какими-то пятнами, мне кажется, это камушки. Это просто камушки. А вот буквально через 5 километров после... Да, 147-й, 148-й, 153-й. Вот 5-6 километров от источника реки Москва и Московская область у нас заканчивается. Начинается с Маленская область. 300 километров. И все. И там уже Вайс Руслан. Белая Русь по-немецки. Смоленская, Смоленская. Здрасте, здрасте. Нельзя заезжать с левой стороны. Смоленская, Смоленская, Смоленская. Друзья, едь ты сам, я насыпаю. Не будем тревожить, пускай отдыхает. И мы помолчим. Постепенно начинает чувствоваться приближение осени. Видите, уже утренние туманы. Друзья начинаются. Еще, конечно, не сильно, но... Факт налицом. 11 градусов сейчас всего. Далеко не жарко. Днем-то, наверное, будет хорошо, тепло. Но вот уже ночи прохладные. Потихоньку становится. Ну, а что, 9 августа? Что тут осталось-то? Три недели и конец лета. И детки в школу. Вальцево. Здесь, по-моему, камера есть. Знак 60. Да, да, вон она. Висит. Морда бульонная. Шалом. Внимательно так наблюдать. Здесь, в этой кафешке 39-ки, 990-е, говорят, шашлык очень вкусный. Или нет, не в этой. Или вот в этой. Короче, в какой-то из них. Как-то раз заехал, но ничего не делают. Наверное, в 6 утра. Сильно сомневаюсь, что тоже шашлык у вас накормят. Вот так, пацаны, хвалили. Принимать, Николаевич? Да, принимаю. А давай, удачки тебе, всего хорошего. Рад был повидаться. Взаимно счастливой, шершавенькой. Вот, остановился кофейку пропить. Вот, на 80-ке подписчик. Давай, всех благ, дружище. Сафонова тормознулся. Что-то кофейку захотелось. Самовар свой лень разводить. Ехал. Это увидел. Подъехал. Ну, мы буквально пару слов. Так, теперь с Суетова. С покупками. Какого-нибудь. Может, супчика похлебаем. Лень уже кухню разводить. Все равно нужно будет эту кухню сдавать дома. Хотя, может, часть с собой еще заберем. Так, я ничего не пойму. Нам какой тут свет горит? Красный. Ну, ладно. А я газую. Так, все. Зарядку купил. Берем, что-то такой длинный. Надо, сейчас проверим. Потом мы его смотаем. Все. Арбайтен. Вот. Сейчас мы его струтим здесь, в каротин. Дальше будет скучно. И так шнурков не меряем. К австрийскому. К славянскому прибору. Так. И эту купил. Правда, раньше они были в прикуриватель. Сейчас уже говорят, что USB. Сейчас вот USB. USB, так USB. USB входов немерено. Вот, например. Вот. Так, еще две пластинки к нему ведут. Раньше пластинки большие были, которые вот прикурится и вставляла. Сейчас маленькие. Сейчас проверим. Она должна нагреться. Так. Так, это почему не открывается. Ё-моё. Вот так. О, сяло. Господи. Я же говорю, что не то. Она сюда ложится и закрывается. Короче, вот отсюда. Просто сильнее подковыривать надо. Ну, вот. Все. На ночь вставляешь. И можно спать. Good. Так, это работает. Это, я надеюсь, тоже работает. Я его сейчас оставлю. Приду, посмотрю, если он теплый. Значит, все. Работает. Пошли. Тогда супчик кушать. Короче, что-то пока у нас тут не получилось с новой картой. Тот человек, который нам ее обещал сделать, сказал, что либо он сам ее подвезет, либо она будет на охране. Я заехал. Все, какие можно, пункты охраны обижал. Нету. А человечек наш недоступен. Воскресенье сегодня. Час времени тут потерял, ничего не получилось. Ладно. Едем назад, значит, сейчас вернемся в Дадзивасы и там поезд, то заправимся. Там у нас спеццена. А это этот, Вольво Центр. Каргалайн, короче. Тут ИРФы мы обслуживали. Я заезжал как-то. Даже вон стоянка наших мурзиков, автобусов. Вон, смотрите, какая. Сколько их здесь много. Много-много. И не просто автобусов. И так мазики стоят. А что он уже закрыл? Они открывают. Будем в следующий раз возвращаться, заберем. Что-то как-то вчера не позвонили. Думали, сегодня все обговорится. То есть, как бы все на мази, а оказалось все не совсем на мази. Ладно, ничего страшного. Готовьтесь к нам. Здесь гиртека. Вот. Кучкуется. Все тут заправляются, видите. Здесь тоже можно поездо. Но здесь получается дороже. Там у нас вообще спеццена. Поэтому сейчас... Ну, сколько тут Зивасы? Километров. Сколько здесь? Киндров 5, наверное. Через 50 метров. Поверните направо. Вернемся, заправимся. Полные баки. То я уже на нуле еду. Видите, ноли рисуют. 2%. Но это правда в двух баках. Не передувал в один. А это мы едем. Заливаемся по горловину. Мы через Литву идем. Можно с полными. Потом здесь же вот на горочке от Блю зальем. Канистр 5 с собой. Запас. И все на границу. 5 канистр с собой. 4 залил. Ой, 40 литров в бачок полезно. Хватит. Станаж маленький. Вот удобная штука. С этими всеми делами. Продолжение следует... А в бак влезло в оба тонна 75. Это еще 2% показывало. Это получается... Получается... 225 литров было. Ну, если... 0. Получается, да. 95. В рабочем. И... Видите, моя карточка. Чего, может быть? 95 в рабочем и 105 дополнительно. Это если на двух баках ехать. Короче, когда ноль загорается. На двух баках еще 200 литров есть. Угонь. Фух. Что нам еще осталось? Осталось заехать, сделать страховку. Баки полные. Одну есть. Маша проснулась. Осталось сделать страховку. И можно ехать на границу. Время пол первого уже. Там, там, пока туда. Там постоял, там подождал. Вот так вот кажется. Все, когда граница. Что, до границы 60 километров. Еще, считайте, час. Пол второго. А Минска 316. Покушать, короче. Так вот день уходит. Вроде бы не работал толком, а. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Ну, все, надо. Ладно, поехали. Ну, хоть не от Красной Горки начало колейка стоит. И кто хорошо. Покушать, мы на границе добрались. Мы на границе добрались. Роция молчала всю дорогу. Я не спрашивал. Типа потом сюрприз будет. Но никто не кричал, что тут колейка. С автоматами стоят. БТР. У нас же выборы сегодня. Сейчас посмотрим, вкусно для нас на родину. И вообще, какие тут дела. Калицаи, Русланд. Так, ну, до навеса никого нет. Уже веселее. Вот и все. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Смотрим дальше. Вообще, никого не видать. Готовьтесь через 800 метров. Ладно, повернуть направо. А, бро. Сейчас посмотрим, что под навесом. Какие новости. Это уже колейка, которая сюда стоит. ругается. Грузовики, походу, тут едут вообще без остановок. А, вот видите, погранцы. Кто тут? Погранцы, таможенники. Кто здесь? Пограничники. Дайте, я как-нибудь прощемлюсь тут аккуратненько. Вот они маленькие тормозят. Грузовики вообще никому не нужны. А это с левой стороны, это на Россию уже колейка. Всех, я так понял, через рентген. Воскресенье. Но это еще только полвторого. К вечеру здесь вообще будет беда. К вечеру тут будет катастрофа. Хотя, может, она и сейчас просто еще пока не доехали. Даже 10 не поеду. С моим-то ножом можно 10 и не ехать. Ну, а хуй это вы транслайна запустили, а, мужики? Хе-хе-хе-хе-хе. Вот, смотрите, что делается. Через 300 метров у нас же нет движения. Не-е-е. У нас шеф адекватный в воскресенье. Я даже сюда и рыпаться больше не буду. Да иди ты знаешь куда. Я бы тебе сказал, когда не культурно это будет. Все. Родина, привет. Смотрите, что творится. Какая колейка. Я только был пол второго. Здесь к вечеру будет, да, лучше колейка стоять. И только через понятую. Только. Ну, конца и края не видать. Казино закрыто. Сегодня выборы. Какое казино? У-ю-ю-ю. Микший один пустяку скорости. Какой кошмар. И воскресенье только понятовка. Так. Ну, а что на въезде? Где БТРы, танки, пулеметы? Кто там? Транспортники стоят. Или кто? Это вон мелкая фигня стоит. Полицайи наши. Ген-то пока полицай. Здесь все, и отворачиваются прям. Да, вот от Лукойла колейка с ума сойти. Наши транспортники. Нижегородских пацанов. Так, поехали. Наконец-то, может быть, все-таки мы с этим Платоном. Я уже упарился каждый раз заезжать и каждый раз сдавать этот прибор. Тут берут, то сдают, уберут, то сдают. О, с пайкой, видите, нифига себе. Я думаю, что там уже все. Уже все счета выставлены. Сейчас подъезд 100 выпишу себе. Возьму прибор и буду ездить. Не надо будет эти остановки деньги вложить. Поздно, я вспомнил, что здесь дороги нет. Сюда бы я бы не заезжал. Может, тут крутануть под кирпич? Что там кругами ездить, я? Не будем крутить? Будем шалить. Здорово, братья-армяне. Не часто вас тут увидишь, не часто. Тоже, наверное, прибор оформляет. Ладно, мы его здесь поставим. Пошли. Все, наконец-то закрыли мы вопрос. С этим белтовым. Все, повесим уже. Уже столько раз его показываю, что его показывать. Висит, вон, платежка. Сейчас проедем. Постоплата. Все, уже не нужно останавливаться. Идти долаживать эти деньги. Еще что-нибудь. Сначала стулья, потом деньги. С хорошей системой. Надо, чтобы она сейчас сработала. Слушаем. Евроценты убежали в бюджет. Интернета нету. Вот заехал с окону. Класс 10, наверное, может. Ну, может 8 от границы. На этот А1, которая связь у меня. Интернета нету. 9 марта, августа, видите. Глушат, наверное. Вообще нету. Тут крутится сообщение по Славу. И оно крутится, крутится. Ну, ладно. Зато в тишине поедем. Ни в Телеграм, ни в WhatsApp ничего не отсылается никуда. Хотя жена с Винска присылала там сообщение. Приходили. Но тоже говорит. То есть, то нет. Тут грузится по полчаса. Короче, в целях безопасности сегодня решили рубануть интернет. Ну и ладно. Все. 26 в Минске. Ну, сейчас бы вот на Понятовку не поехал. В данный момент через Понятовку нельзя было бы ехать. Потому что свыше 25, время 2 часа дня, все под тепловой режим попадаешь, под температурный. По оплатки. Слава Богу, нынче можно ездить уже, я не знаю, сколько лет, 5-7, может. А раньше и по платкам нельзя было. Вот возмущение было. В том, что за дорогу платишь еще и стоит день на жаре под 30, а потом в ночь ездим. Но как повалили аварии, не знаю, послужило это аварии. Ну, большое увеличение количества аварий с участием грузовиков или так. Дошло, наконец, до кого-то, что это неправильно ездить, платить за дороги и иметь возможности по ней ехать. Поэтому уже вот ездим в любую температуру. Все, до Минска еще одну остановку сделаем. Шашлычка заедем, покушаем. Уже все, можно съезжать вправо-влево останавливаться. Коронапсихоз закончился. Ну, я имею в виду в этом плане. Транзит этот белорусский. Тоже чудики начудили и еще там. Как придумают что-нибудь, за голову хватаешься. Заедем, покушаем. Ну, и, наверное, часам к шести, по идее, должны быть в столице нашей Родины. Что-то тут какая-то облава. Скоро с ней, аж целых две машины стоят. Негаковые. Каишники наши. Что-то тут. Ну, и все. Ах, мясо заказал. Уже жарится. Едем кушать. Какой? 513-й, нам надо 509-й. Интернет появился. Все. Вот. Не было, не было, что-то появился. Танков пока не наблюдаем. Может, где под Минском там танки и пушки стоят. Зенитки. Не знаю. Пока я никого не вижу. Ой, война войной, а шашлык по расписанию. Или проложить. Тем более прошлый раз не заезжали. Я, Миша, говорил, давай заедем покушаем. Не, не, не. Нельзя, говорит, закон нарушать. Пеларусь. На следующем повороте поверните направо. Там, похоже, мы тут будем ездить на экземпляре. На следующем повороте поверните направо. Что-то тут никого я не наблюдаю. Сегодня воскресенье. Назад машин мало идет. Готовьтесь к правому повороте. А с той стороны заезжать неудобно. Так они и не достроили еще. Летнюю веранду. Кризис ударил. Бабла нету. Ладно, пошли. Кишкаблустом заниматься. Что-то, не пойму, это то ли нас догоняют, то ли они ведут кого-то. Значит, этот бус к ним прилипший. А, французы. Месье. А, куда-то они их поволокли. Сопровождают, наверное, какие-нибудь наблюдатели. Хотя наблюдателям еще рано. Сейчас только полпятого. Еще три с половиной часа выборов. Еще даже я на выбор успеваю. Пока танков не видел. Вот, как только увижу, сразу же засниму. Интернет, да. Он то есть, но его скорее нет. С интернетом проблема. Со связью никаких проблем. Танков, ПТРов, войск пока не видно. Ну, 125 километров осталось. Там уже ближе к Минску. Подъедем, посмотрим. Уборочная идет по полной. Тут комбайны в поле чешут. Кому политика, кому уборочная. Политика, политика. Хлеб убирать надо. Ну, шо. Пока так никаких танков, бронетехники я не наблюдаю. Просто там по Евроньюз сейчас там рассказывают, что тут Беларусь на осаде. Связи нет. Хлеба нет. Воды нет. В городе танки. Пулеметы. Снайпера в каждом окне. Ну, мы, конечно, в центр не поедем. Нам там делать нечего. Давайте мы, наверное, знаем, что сделаем. Транском обгоним. Я вот так медленно догоняю. И аккуратно его сейчас, как на Минск, свернем. Мы в него упремся. Весь обзор будет закрывать. Мы танки не увидим. Надо успеть до перекрестка обойти. Готовьтесь, ЧАЭС-800 метров держаться правее. Экономит ей. Минск направо. Может, он не поедет направо, я что-то знаю. Не зря его обходил. Зря он прямо поехал. Я думал, он в Минск посунется. Ну, что? Там Минска на одном кадре. Транском обгоним. Транска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Транско. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok